Старшиня гомельских облвыконкама Геннадь Соловей провел сегодня у ВЕЦИ промую телефонную линию и особистый прием грамадян. Правда, макшимостью напрямую звернуться до губернатора скоростались не только жихары района. Об огученных проблемах и принятых решениях материал наших корреспондентов. Первый звонок поступил с Гомеля. Жихарка одного с домов по улице Кирова поскардилась на коммунальные службы. По ее словах, жихарам пропоновали оплатить работы, которые по часу капитального ремонта будинка не выполнялись. Пытание берется на контроль. Ситуацию выучить с комиссии облвыконкама. После чего будет принято кончатковое решение. Наступная огученная проблема выращается одразу. Жихары в улице Першамайской, агрогородка Хальч скардаются на незадовольняющее вуличное осветление. С нескольких десятков вуличных лихторов працуют только два. Как выник раненцы и в вечере, дорога, по которой рухаются пешеходы, практически небачная. Спотыкаешься и не видно, куда идти. Можно как-то посодействовать, чтобы у нас свет горел? Председатель исполкома учел. Председатель исполкома слышит вас. Слушатель, да? Да, слышит. Сказал, что сделать. Наступный звонок со Светлогорского района. Женщина, инвалид другой группы, проживая у доме, який належит мясовому сельгаз-предприемству. За час выкористания будинка некольки в окна упрышли у такий стан, что их дальнейшая эксплуатация стала немогчимой. Провести замену самостоянно женщина не может, а господарка в допомозе отмавляет. Эта проблема так само выращается одразу. Она, инвалид второй группы, три инсульта перенесла. Рабила доярка. Отправьте вашего директора туда. Фамилию подскажите. Запишите, пожалуйста. А, все ясно. Сапонник Лариса Георгиевна. Лариса Георгиевна, вы дайте поручение, чтобы этой женщине нас всю жизнь колхозу отдала. А то еще и... Все, спасибо, Олегович. Я поручил Гомелинерга помочь вам. Это их колхоз. Блок питаний у разлеженных подчас промой телефонной линии и особистого приема тишется экономичной тематики. Работница филиалу «Рыжеский текстиль» у городским поселку Карма скаржится на низкие зарплати. Як повысить доходы працанников на малых и нескарентабельных предприемствах, питание совсем непростое. Сярод махчимых решений, пошук додатковых заказов и сдача помешканья у аренду. Перспективы развития предприемства – питание, якое хвалюе керавництва мясокомбината Кажалева. Сегодня больше, как 90% продукции накеровывается на экспорт. Прапрасовываются так само варианты поширения альчинных рынков сбыту. Праблемы узникли после смешения объема сыровины, якая поставляется на предприемства. Хоть решение может быть знайдено и в этом случае. Предприемникам пропоновано самим заняться вырушиванием живёлы на базе одного сельга с предприемством. Недзеп раз два тыдни старшиня Аблвыконкама Геннадь Соловей сустренится с ними знову. Тогда вероятно и будет принято кончатковое решение. Сельевую зону забрать от государственного предприятия я не имею права. Там вложены государственные деньги. Я за государственную форму, сектор. Но там, где есть позитив со стороны бизнеса, в лице вас, мы поддержим. Выращивать пока мы ещё не умеем. Не боимся, научимся. Но пока не знаем. Поэтому любое предложение, которое поступит со стороны исполнительной власти, мы, конечно же, рассмотрим. Какой-то консенсус найдём в любом случае. Олег Сенсеров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадио компания «Гомель», Ветка.